значит засижу я такой прям готовлю обзор вот этого вот инструмента который вы увидите буквально на днях я вообще планировал как бы сегодня выпустить но доснять определенные моменты хотел утром я уже собрался спать и думаю дай короче что-нибудь интересное посмотреть поставлю пока здесь все вот мелочь всякую убираю я там всякие знаете каналы там какие-нибудь там про космос еще чего-нибудь смотрю просто вот фоном они так работают пока оборудование здесь убираю и мне выдает короче видос с новым клипом точнее уже давно отснятым клипом группы бодом after midnight группы алексе лайха который ушел буквально вот в новый год с их новой композиции и отчет у меня аж прям передернуло потому что но я не ожидал я вроде слышал что они там что-то будут какой-то альбом выпускать но не знал что это будет сейчас и прям найти как-то очень неожиданно поэтому сейчас мы его с вами вместе посмотрим но еще раз вам напомню то что из авторских прав видос могут блокировать поэтому фрагменты будут вырезаны вы будете в основном слышать мои комментарии маленькие вставочки вот параллельно с тем как я это буду смотреть потому что иначе видос просто может не выйти это такая вот тема с авторскими правами и вот эти вот комментарии из разряда переверни видео там сделай выше ниже они не канают потому что мы здесь с вами смотрим именно музыку они просто какой-то там непонятную хрень поэтому давайте сейчас его посмотрим ну напалм застав в это знаете что-то мне кажется более тяжелое хорошо это утяжеленный children of bottom прям реально более мрачный и сквозь да за счет того что слышим голос лайха это конечно прям утяжеленный children of bottom и заметьте что не так много вот этой вот бодомовской мелодики и факт вообще больше прям было христовым как раз вот они маленькие вставочки такие аля bottom style и хоры записаны как у бодомов обычно они делают всегда он какой-то прям злой и вокал по-другому сведен кстати не как у бодомов обычно я бы даже сказал что музло немножко проще чем у бодомов но более такое знаете злое да ну это прям вот совсем такой знаете как будто новый виток в его творчестве прям я понял что мне это напоминает это что-то больше норзера подобное короче получается хотя дэниел по-моему гитарист насколько я помню он в норзерах как раз и играл обидно вот реально обидно что как бы вот альбом выйдет клип вышел и и больше ничего не будет я не знаю будут они искать себе гитариста вокалиста или нет но что-то я сомневаюсь полет гитарки так немного неоклассика такой отдает прям о прикольный момент о соляги соляги они даже более рок-н-ролльные какие-то чем у бодомов мне кажется дэниела соляга хорошо это даже как-то интереснее когда не по очереди а то обычно всегда в бодомах практически все время лайха играл соляги другое восприятие просто музыки тогда становится руки по-другому играют даже если те же самые партии они как это знаете клавишник решили не брать в группу чтобы ну как бы ребята взрослые все же за репы могут сами платить не нужен клавишник дудочник там какой-нибудь с бубном злоба злоба прям концентрированная вот просто ну реально обидно я бы послушал вот сейчас альбом когда он там должен выйти или уже вышел я бы послушал что они там сделали но вот дэниел реально не везет он пришел в норзор вместо петри и норзор буквально после первого же тура с ним развалился короче да он пришел в бодомов бодомы фактически через некоторое время развалились после этого они собрали с лайха команду и лайха ушел просто вот везунчик 1337 просто не знаю напишите мне в комментариях что думаете по поводу вот этого вот клипа когда альбом выйдет я наверное такую рецензию тоже на влоговом канале здесь делаю посмотрим чё как и давайте увидимся завтра завтра будет обзорчик вот на эту вот тигру потому что я там пришел немножко прикольно сделать короче давайте пока